Физическая культура Занятие спортом – это то, что помогает нам быть активными и здоровыми. Именно задача укрепления здоровья населения, популяризация физической культуры и спорта, создание достойной тренировочной базы для профессиональных спортсменов, выявление и развитие одаренной молодежи лежат в основе стратегии государства. В рамках этих задач с 2008 года реализуются федеральные программы по строительству объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма. Благодаря этим программам в республике появилось три крупнейших спортивных объекта – физкультурно-спортивный комплекс, центральный стадион на набережной и спортивно-туристический центр «Максимиха». В этом фильме мы подробно расскажем о каждом из них в отдельности. Физкультурно-спортивный комплекс Вы были когда-нибудь на корабле? Теперь у вас есть такая возможность. Здание ФСК действительно издали напоминает огромный океанский лайнер. Изящная задумка питерского архитектора воплотилась в грандиозное красно-белое здание с плавными линиями. Официальное открытие физкультурно-спортивного комплекса состоялось 25 февраля 2012 года. Площадь строения составляет более 32 тысяч квадратных метров, а общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей. Комплекс состоит из четырех секторов. Здесь предусмотрено все самое необходимое для занятия спортом – спортивные залы, медиковосстановительный центр, командные раздевалки, тренерские, судейские, гардеробные, технические и административно-бытовые помещения. Кроме этого, на территории ФСК планируется строительство крытого ледового дворца и 16-этажного гостиничного комплекса. В одном из секторов физкультурно-спортивного комплекса находится соответствующий современным международным стандартам плавательный бассейн. 50 метров в длину и 25 метров в ширину позволяют разместить 10 дорожек. Глубина бассейна составляет 3 метра, но для начинающих пловцов есть 3 безопасные дорожки с переменной глубиной от 60 до 120 сантиметров. Теперь научиться плавать стало намного легче, вне зависимости от того, взрослый вы или ребенок. С самого раннего утра, а именно с 6.45 и до позднего вечера к вашим услугам 20 сеансов. Бассейн может принять до 120 человек в течение одного сеанса, а это значит, что теоретически в течение одного дня в бассейне могут побывать более 2000 человек. Вы можете посещать бассейн как индивидуально, так и к вашим услугам групповые занятия с квалифицированными инструкторами и группы начального, среднего и профессионального уровня. Занятия проходят в группах по 10-15 человек 2-3 раза в неделю. Новичков обучат уверенно держаться на воде, а более опытные пловцы смогут овладеть различными стилями плавания. Также в бассейне проводятся занятия по акваэробике. Сама по себе аэробика, физические упражнения под ритмичную музыку уже дает положительный эффект для оздоровления организма, а движение в воде вносит свою специфику. Это уменьшенная нагрузка на скелеты суставы при достаточно активной работе всех групп мышц. Акваэробика помогает поддерживать организм в хорошей физической форме, приносит расслабляющий эффект, снимает стресс. Именно поэтому этот вид фитнеса подходит абсолютно всем, независимо от возраста, веса и физической формы. Особенно рекомендуется для беременных женщин. Отдельно стоит упомянуть о санитарной гигиене бассейна. Для похода в бассейн медицинская справка требуется только детям до 11 лет. Для остальных посетителей такие формальности не требуются. Но это совершенно не означает отсутствие медицинского и санитарного контроля. В бассейне постоянно дежурит квалифицированный медицинский персонал. Посетители проходят обязательный визуальный контроль. А система циркуляции воды в бассейне такова, что она практически полностью обновляется каждые 4 часа. И постоянно циркулируя, проходит многоступенчатую комбинированную очистку, включающую в себя механическую фильтрацию, химическую обработку реагентами и обработку ультрафиолетом. Каждые 4 часа химическая лаборатория, находящаяся прямо в ФСК, делает пробы на содержание количества хлора, хлорамина, на светлость, мутность, запах и прозрачность. Совместно с санитарно-эпидемиологической службой регулярно делаются и микробиологические анализы. Температура воды в бассейне всегда соответствует норме – это 28 градусов по Цельсию. Помимо горячего централизованного водоснабжения ТЭЦ, здесь есть и свое автономное оборудование. А это значит, что при отключении централизованной горячей воды бассейн будет продолжать функционировать. Кроме самого бассейна имеется целый комплекс спа-услуг. Здесь и сауна с двумя отделениями, и настоящая турецкая баня, и ароматные фитобочки. После водных процедур самое время принять сеанс релаксационного массажа. К услугам посетителей – массажные кресла, массажные кровати. Для любителей бронзового загара имеется горизонтальный и вертикальный солярий. В продолжение оздоровительных процедур желающие могут посетить фитобар, где в ассортименте имеются кислородные коктейли, различные фиточаи, свежие натуральные соки и напитки. Для желающих похудеть или нарастить мышечную массу, в ФСК работает просторный тренажерный зал, оснащенный профессиональным спортивным оборудованием от ведущих мировых производителей. Силовая зона представлена многофункциональными тренажерами со встроенной и свободной весовой категорией. Для кардионагрузок – к вашим услугам беговые дорожки и велотренажеры. Каждый из них оборудован дисплеем, где вы можете отслеживать дистанцию, скорость и даже количество потраченных калорий. Чтобы освоить все это многообразие тренажеров и добиться максимальной результативности, стоит обратить особое внимание на персональные тренировки под руководством опытных инструкторов. Именно высококвалифицированные тренеры помогут составить для вас индивидуальную программу тренировок с учетом возраста, пола, веса и желаемого результата. Хотите, чтобы ваш ребенок был целеустремленным, здоровым и крепким духом? Запишите его в секцию. В специализированных залах опытными тренерами проводятся занятия с юными спортсменами под зюдо, вольной борьбе, самбо, боксу, стрельбе из лука. Здесь тренируются и именитые спортсмены, члены сборных команд республики. Для организации тренировочного процесса на профессиональном уровне есть все необходимое. Полный комплект спортивного инвентаря, удобные раздевалки, душевые. В помещениях постоянно поддерживается необходимый температурный режим, режим проветривания, чистота и порядок. Предмет еще одной гордости ФСК – универсальный спортивный зал, предназначенный для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, ручным мячом и другими видами спорта. Для таких видов спорта, как волейбол и баскетбол, приобретено сертифицированное напольное покрытие фирмы «Тарафлекс». Это специальное рулонное многослойное покрытие с мягкой амортизирующей подложкой. Именно соблюдение многих таких требований позволяет соответствовать спортивной площадке международному классу. И не случайно именно в ФСК тренируется волейбольная команда «Харамарин». Сегодня темные лошадки из Бурятии входят в Суперлигу российского волейбола. Кроме этого, в зале проводятся открытые соревнования по вольной борьбе, тэквондо, ушу, самбо, дзюдо, боксу, художественной гимнастике, фитнес-марафоном. Об уровне подготовки наших спортсменов лучше могут сказать их достижения. А о потенциале всего физкультурно-спортивного комплекса говорит количество российских и международных соревнований, проводимых на базе ФСК. Во время проведения соревнований зал может принять до 2,5 тысяч зрителей. Именно это обстоятельство позволяет использовать зал еще и для проведения масштабных деловых мероприятий – форумов, конференций, семинаров, а также культурно-массовых театрализованных мероприятий, шоу для детей и взрослых, концертов звезд Бурятской, Российской и зарубежной эстрады. Центральный стадион Центральный стадион – главная спортивная арена Улан-Удэ и Республики Бурятия расположен в центре города на набережной реки Селинга. Является самым большим спортивным объектом в Бурятии. Способен вмещать до 10 тысяч зрителей. Решение о строительстве центрального стадиона было принято в 2007 году после обследования аварийного стадиона имени 25-летия Бурятской АССР. На возведение объекта было выделено 450 миллионов рублей из федерального бюджета и более 260 из республиканского. Торжественное открытие нового стадиона состоялось 29 июня 2011 года и было приурочено к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав российского государства. Центральный стадион – это не только тренировочная база для профессиональных спортсменов. Каждое утро с 6 до 9 двери стадиона совершенно бесплатно открыты для всех любителей утренней пробежки. Легкоатлетические беговые дорожки фирмы Эластур сертифицированы Международной Федерацией Легкой Атлетики и позволяют проводить соревнования всероссийского и международного уровня. На футбольном поле положено искусственное газонное покрытие Дюраспайн Альтре последнего поколения. Его поверхность отличается сверхмякостью, прочностью, эластичностью волокон и повышенным уровнем безопасности. Покрытие поддается легкому уходу и оно максимально приближено к натуральной траве. Именно здесь проводят свои домашние матчи футбольная команда «Селенга». Центральный стадион – это еще и грандиозная площадка для крупных массовых мероприятий. Именно здесь традиционно проводятся национальный бурятский спортивный праздник «Сурхарбан», эстрадные концерты и театрализованные представления, посвященные крупным городским и республиканским юбилейным датам. В зимнее время на площадке Центрального стадиона заливается, пожалуй, самый большой ледяной каток республики, площадью 8,5 тысяч квадратных метров. В перечне услуг – пункт проката и заточки коньков, гардероб, раздевалка, горячее питание и платная охраняемая стоянка. Максимиха Спортивно-туристский центр Максимиха расположен в 240 километрах от города Улан-Удэ на берегу Баргузинского залива озера Байкал, недалеко от села Максимиха. Это одно из тех мест, где в любое время года можно насладиться красотами местной природы, пением птиц, свежим байкальским воздухом и чистейшей байкальской водой. Центр включает в себя три корпуса с комфортабельными, полностью благоустроенными номерами. Обращает на себя внимание особый вариант отделки помещений, уютная планировка комнат, наличие больших террас. Каждый корпус также оснащен спутниковым телевидением. Для проведения деловых встреч к услугам конференц-зал с мультимедийным оборудованием. Для различных торжеств уютный банкетный зал. Просторная веранда с мангальной печью, расположенная в лесном массиве, подарит гостям комфорт и единение с природой. Большая крытая веранда подойдет для различных игр на свежем воздухе. Ну а как приятно и полезно прокатиться на велосипеде по берегу Байкала, полюбоваться красотами природы и насладиться чистейшим байкальским воздухом. Центр Максимиха – это еще и огромное футбольное поле с естественной травой и беговые дорожки со специальным легкоатлетическим покрытием. Банный корпус в Максимихе – это целый комплекс. В зависимости от предпочтений, здесь можно выбрать финскую сауну, которая расслабит вас жаркой, умиротворяющей атмосферой. Такая парная способствует очищению организма от токсинов и шлаков и восстановлению мышечного тонуса. В настоящей русской бане вы сможете от души попариться березовыми вениками и облиться холодной водой и скатки. Турецкая баня или хамам – один из ключевых символов восточной культуры. Принципиальное отличие турецких бань от русских и финских – мягкий влажный пар, который легко переносят люди. Теплый бассейн размером 18 квадратных метров и глубиной 2 метра станет приятным дополнением после бани. Уставшие мышцы сможет привести в порядок сеанс релаксации на массажном кресле. Специально разработанные с учетом анатомии человека механизмы бережно массируют вашу спину, снимая усталость и заряжая вас новыми силами. Любителей зимнего отдыха на Байкале с каждым годом становится все больше и больше. Для многих семей стало традицией не только встречать Новый год и Рождество в этом прекрасном месте, но и весело проводить зимние каникулы. Перспектив для замечательного отдыха множество. По желанию туристов возможна организация водных, автомобильных и пеших экскурсий по Баргузинскому району и Чеверкуйскому заливу. Катание на коньках и квадроциклах по удивительно прозрачному байкальскому льду принесет отдыхающим несравнимое удовольствие. Байкал интересен также и любителям фотографий, которые в фототуре могут запечатлеть всю его красоту. Живописная природа и чистый воздух делают Байкал настоящим сокровищем. А спортивно-туристский центр Максимиха – это отличный способ насладиться этим чудом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok